всем здравствуйте альтернативные вести неделя я решил немножко изменить программу теперь вы будете видеть не только тупорылые твиты но и сами конкретно источники информации итак начнем с первой новости которая произошла в предыдущую субботу изгнанный соловьем из студии эксперт объяснил свои слова о летчике филиппове сорвался заявил гость программы соловьева инцидент произошел 9 февраля в программе воскресный вечер во время эфира передачи как оболвание населения за пачку часов или же хорошо вам известный вечер пропагандистов кремля который уже никакой не вечер а глубокая ночь депутат госдумы вячеслав никонов значит руководитель комитета по образованию предложил ведущему я цифру выкинуть пиндоса нахрен студии если раньше соловьев был образец журналистики для него было важно быть как он сам заявляет над схваткой то теперь он погрязь в коррупционных схемах московской мэрии о чем свидетельствует фильм навального о нем скорее фильм нельзя назвать скорее такое расследование ролик но тем менее пропагандистов вот он теперь кто они журналист причем гибельский пропагандист хоть и и еврей сами посудите собираться почти каждый день чтобы что выяснить кто прав кто виноват нет просто тупо болтать о политике вставая на сторону власть имущим всему миру на его программе было продемонстрировано две вещи это полная тотальная цензура на федеральных каналов этим рожденных в советском союзе не удивишь и второе жуткая американофобия в россии выгоняли гостей на многих телепередачах но впервые это сделал человек который давным давно был эталоном телеведущего и так из-за чего же выгнали американца с программы вечер с владимиром соловьевым из-за фразы он хату покинул пошел воевать за землю в дамаске меня лично эти слова не оскорбили но в них есть неточность не за землю в дамаске пошел воевать летчик а точнее полетел если бы воды им бы хотел воевать за землю ему бы землю дали бы в дамаске то еще ладно он туда полетел воевать за то чтобы держать асада кровавого диктатора который расстреливал из танками свое население чего собственно говоря началась война в сирии у власти причем вообще непонятно ли чего и зачем нам башар асад две базы в сирии но стоит туркам и иран запустить проход и соответственно пролет наших самолетов и судов через свои страны и мы в сирию чисто географически попасть не сможем владимир соловьев на своих вечерах заявил что в россии есть понятие уважение к смерти на самом деле в россии его нет испокон времен люди хоронят людей хоронят безопознавательных знаков в ростове и мы знаем эти факты еще хранили при советской власти безопознавательных знаков кладбища разоряют на их вместе строят торговые центры различные так что уважение к смерти к сожалению у нас не присутствует тут такая интересная эволюция до из талантливого журналистов пропагандисты идем дальше идем дальше воскресенье день паска подал в суд на настю рыбку что тут скажешь без труда не выловишь и олигарха из пруда хороший улов навального вице-премьер голова аппарата правительства сергей приходько отдыхал вместе с олегом день паской на его яхте элден расследование было основано на публикациях в инстаграме насти рыбки которая была на яхте и все запечатлило не как какая-то бабочка ночного поведения а как агент фсб потому что поверить то что какая-то там обычная ночная бабочка при попала чисто случайно на яхту где один из топовых олигархов россии общается с вице-премьером ну согласитесь как-то не приходится но это все равно как поверить конец света ну невозможно помните да истерику в пикалево где день паску попросили попросил сами знаете кто вернуть ручку и видно после этого было принято решение взять под контроль олигарха темы которые были при где-то собирать информацию до иностранцев во время работы путина в кгб то есть по сути говоря медовой ловушкой если бы не навальный то потом вечерин коллега дерипаски все равно бы показали но под другим соусом потому что очевидно что после выборов путин хочет сменить правительство и как это лучше всего сделать правильно показать компромат на членов правительства но тут пошло все не по сценарию кремля во первых сам дерипаска начал болтать лишнего что он был знаком с викторией долланд с полом банафордом и через них повлиял на выборы сша в пользу трампа именно он олег дерипаска финансировал фейковые аккаунты которые агентировали за трапа и очевидно хакеров которые взламывали сайты демократической партии второе настей рыбки просто захотела слава она не думала что ее используют фсб для контроля и сбора информации на дерипаску и все она опубликовала опубликовала в инстаграм доказательства взятки руководителя аппарата правительства сергея приходько и то что россия олегу дерипаски точнее на борту олег дерипаски в общем взятку она опубликовала и то что россия вмешивалась в выборы в сша это первое серьезное доказательство вмешательства россии в выборы в сша понять дерипаску в этой ситуации можно он-то думал что отдыхая на яхте в норвегии что за ним никто не следит а это да настя рыбка ночная рыбка ну что с ней взять только и сунуть кое-что между ног а оказалось как оказалось и правильно заявила латынина теперь дерипаски будет полный писец самое главное в этой рыбалке навального это не олигарх с девочками не его подружка ноут из сша и даже не вмешательство выборов сша а самое главное это да какие доходы живет вице-премьер и что у него такие хоробы и давали нам всем напоминает что именно путин приезды фсб стала подсовывать бабочек неугодных ему лицам пример с гербаку скуратовым табу пример значит ли это что давали работать на путина не не знаю на листа путина думаю что нет может быть работать на самого лично путина они на абстрактный кремль не знаю но ведь его могли посадить и на больше чем стандартные 15 суток они сделали из чего наверное для этой самой рыбалки понедельник радио свобода пилоты саратовских авиалинии склоняется к версии теракта на борту продолжается до расследования по 148 пилот утверждает что нет ошибки экипажа я на тут и обработки противоледяной жидкостью самолет не мог разбиться в воздухе напомню вам всем самолет ан-148 вылетел в минусшее воскресенье из московского аэропорта домодедово в город орск оренбургской области и через пять минут лайнер потерпел крушение в районе деревни степановка результате чего погибло 71 человек на борту авиалайнер принадлежал саратовским авиалиниям и вот что говорит один из пилотов авиакомпании саратова мы в авиакомпании проверяем свои самолеты вот так берем стремянку лезем на крыло трогаем его если да нет той и обрабатывать незачем никто на жидкости от льда не экономит по мнению летчика саратовских авиалиний это теракт нет ошибки пилота нет ни обработки жидкостью самолет были не разбился в воздухе а его обломки не раскидала бы в радиусе одного километра ан-148 шел на высоте тысячу восемьсот две тысячи метров в это время горела табличка про сигнете ремни но на эту но эту высоту а ан-148 не успел набрать если бы самолет разбился бы об удара об землю то тела и обломки лежали бы рядом компактно а тут по частям все собирают это означает что на борту был мощный взрыв иначе бы их так не разнесло не разнесло рассказал радио свободы пилот авиакомпании саратовских авиалиний после чего бортников опять доложил или уже путь после чего бортников доложил путину что этот теракт но уже без камер телевидения дабы простой обыватель не сдавал простой вопрос владимир владимирович а нас тут при вашей власти теракты происходят россии война с нашим участием в сирии где гибнут наши военнослужащика на этой неделе погибли 500 наших военнослужащих а может быть вы после выборов то встаете и уйдете из кремля наберитесь смелости а самый смак в данной истории что аэропорт домодедово и саратовские авиалинии проверяли не так давно три месяца назад три месяца назад карл как говорит как виктор степанович черномырдин проверялка не выросла также стало известно что если раньше у старатовских авиалинии здесь в уставе было написано пункт 1.1 обеспечение безопасности пассажиров то теперь написано первым пунктом у них обеспечение прибыли еще один фактор заключается в том что наших лучших пилотов перекупают китайские авиалинии они просто платят больше остальные в россии ну сами понимаете кто пилоты не первого класса потому что первого класса пилоты в китае стремятся потому что там больше платит в россии в россии летать в россии летать небезопасно тот теракт то халатность то простой непрофессионализм так что если чемпионат мира по футболу все-таки произойдет прошу проще если чемпионат мира по футболу перенесут то это может спасти много жизней как иностранцев так и наших потому что они элементарно не приедут к нам и и не будут летать на наших самолетах и соответственно спасутся хотя я не думаю что чемпионат мира перенесут идем дальше новость на которые ну мало кто обратил внимание тем не менее я обратил нет груди нет детей приемную мать признали мужчины и забрали сыновей вопиющий случай произошел в екатеринбурге 13 февраля накануне дня святого валентина суд признал удалившую грудь многодетную мать юлиуса вен савиновский савиновских мужчиной и отказался вернуть детей которые у нее забрали еще в октябре месяц у нее был седьмой размер груди и это и доставляло неудобства с ее слов кроме того она опека подозревала сами савиновских смене пола внимание и заведение ею блога по мужским именем простое простое пардон снятие штанов позволяет понять медикам мужчина ты или нет но тот суд принял применил российское правосудие в самом негативном смысле этого слова еще раз почерпну по всем остальным показателям юлия савиновских женщина но кроме груди у юлия савиновских было четверо детей двое своих двое приемных тем не менее всех их забрали в детский дом это полный позор российского суда и российского правосудия но во первых она женщина а не трансгендер во вторых кормить детей без груди при нем не современных технологий можно конечно и мешала грудь и она ее срезала это поступок неправильный с ее стороны но забирать детей на этом основании это вершить без духовный античеловеческий антигуманный суд в россии который у нас постоянно происходит аргумент то что она вела блог под мужским именем с правовой точки зрения не то что смехотворный а вообще не соответствует никаким классификационным требованиям судей в екатеринбурге и правовым методикам у нас много женщин кто ведет блоги под мужским именем и много мужчин кто ведет блог женским никнеймом и как бы милонов не трещал пока это не запрещено законом до сегодняшнего дня но и не являлось чем-то безнравственным пример юлии нам наглядно показывает что дорогие девушки ложитесь под нож хирурга только на основании медицинских показателей они они на основании хорошо выглядеть весь этот крик о нравственности в обществе как это и парадоксально превратился в бездравственные и органы власти коими являлся и является сейчас екатеринбургский суд самый негуманный суд в мире идем дальше стали известны подробности авиаудара коалиции сша по российским наемникам в сирии в атаке на отряд союзных сирийскому правительству войск 7 февраля в провинции дер эзор были задействованы стратегические бомбардировщики б-52 сообщил генерал воздушно-военных сил сша джеффери харрингтон я уже в одной из прошлых программ комментировал почему сша решила долбануть по сирийским войскам я обращу ваше внимание на другое сша незадолго давио даро предупредил нашей команды об нанесении удара по сирийцам и вот неужели наша командование не знала что в том квадрате который будет бомбить сша находится 200 наших человек погибших при авиа при погибших при авиаударе я не думаю что не знала но в таком случае почему не сказал американцам чтобы подождались с авиаударом и ответ очевидный наше командование привыкла побеждать именно числом а не умением из-за этого они секретили наши потери еще во времена великой шестой войны мы знали что сейчас будет бомбить квадрат где находятся наши люди и не сделали ничего именно из-за позиции нашего министерства обороны скрывать наши потери в сирии но шоу в мешке не утаишь при авиаударе в США погибло 200 наших ребят а сейчас уже кое-что и 300 я понимаю из-за того что они не кадровые военные а наемники их не жалко их можно списать как расходный материал ведомстве шайгу и когда песков говорит что наших там не было он не врет действительно военнослужащих кадровых поездах в этом квадрате не было тогда кто был тех кого нельзя называть а почему нельзя их называть а потому что им запрещено говорить своим родным что они никакие не строители а наемники и что у них плохо с оружием и амуницией кстати последняя зарплата и я знаю это точно российским наемникам в сирии была выплачена 30 декабря а с тех пор у них бедное положение я думаю что у них просто что их просто кинуло наше руководство как она постоянно разводила наших граждан и сейчас разводит я также знаю что сейчас в аэропорту министерство обороны садятся борты с грузом 200 в разных уголках нашей страны по 25 человек в гробах наемники ли или же простые солдаты я не знаю печально мне от другого да наемничество запрещено вот и у нас есть соответственно уголовная статья и поэтому от наших открещиваются открещиваются да но люди сами добровольно идут в эти самые частые военные компании из армии основая все риски для себя и для близких в этих частых военных компаний все равно идут туда это означает что эти люди для себя и находят другой высокооплачиваемой работы в россии кроме как быть солдатом удачи путин из нашей страны превратил сомали из великой россии он превратил сомали потому что все мы прекрасно знаем что в сомали кроме наемничество и кроме пиратства больше делать не чего а что же касается этой статьи за наемничество почему за нее никто никто я не применил никто у нас за это и сел тут все просто но разве сутаж будет открывать дело против кремлевского шофповара которому принадлежит эта самая частая военная компания а вообще конечно да ситуация ужасная вообще доемников вы знаете доемников никто никогда не любит потому что они едут и родину защищать а бабло зарабатывать тем что стреляют и это считается самые одна из самых грязных работ в мире одна из самых непрестижных и наоборот самых позорных работ в мире вот так вот думаю что будет разрешено у нас скоро наемничество официально хотя другой страны вот тоже знаешь значит кто-то подпадал под действие статьи этой самой пословутой за наемничество но никого не осудили потому что они то есть те кто направил наемников в сирию действовали в интересах асада и про кремлевских сил скажем это так четверг украина потребовала от россии отремонтировать и вернуть корабли из крыба генерал-полковник михаил коваль занимающий 2014 году должность исполняющий обязанности министра обороны обменил москву в том что она по-пиратски захватила украинские корабли а потом их раздербанила и чтобы должны встать на колени чтобы и забрать корабли нет почерпнул коваль такого не будет украинцы не будут вставать на колени перед россиянами почерпнул голова мид украины павел клинкин кстати родом из россии это вот о том что на украине у власти должны быть украинцы они евреи или же молдаване приднестровцы сообщил что какого-либо официального предложения от российских властей не было также нету договоренности о возврате кораблей в украину вот те вот ржавые корабли это символ всего ржавеющего крыма без украинской власти и действительно исходя из того что опасаясь попасть в плен к российскому аспектазу гру многие украинские моряки побросав все сломал все что потом враг россии не мог использовать эти корабли например при десантной операции в одессе бежали с кораблей они эти корабли испортили бежав с них а это означает что россия должна по справедливости отремонтировать эти корабли потому что если бы не страх перед россией если бы не действия россии в крыму то эти корабли были бы целые и или передать свои корабли вместо них выплатить украине в военную контрибуцию и компенсацию за крым и за донбасс не много раз приходилось слушать украинцев дискуссия в киеве шла зачем нам этот флот давайте лучше вкладываться в наземную армию и воздушные силы и вот пример крыма нам наглядно показывает что флота украине нужен нужен боеспособный флот и подводные лодки также стоит отметить что путин прекрасно понимал и понимает что украинцы не ведутся сейчас на эту разводку с ржавыми кораблями и он об этом заговорил только для того чтобы кремлевские пропагандисты показали эту самую ржавую флотилию в крыму чтобы у владельца стало впечатление что армия украины представляет из себя ржавый флот очередной намек и серии что мы лучше вас придет время и россия все верно до копеечки украины украине пусть через суд пятница американец сознался в продаже номеров банковских счетов в рамках расследования спецпрокурора мюллера ричард пандео 2014 года по ноябрь 2016 года намеренно пересылал личные данные американцев такие как дата рождения номера страхования представителям российских спецслужб связи с этим 13 российских граждан и трем организациям россии предъявлено обвинение вмешательстве в президентские выборы в сша в 2016 году все 13 россиян являются сотрудниками петербургского агентство интернет расследований ну тут как бы и оп shell судьбы и легкие троли тролинг со стороны member это capitale accountinga то что вот они представляют bath 1 интернет расследования а может быть это давайте хорошо она пригожена что вот это агентство интернет расследования расследований занимается взломом и против него уже расследования ведется агентство связано с кремлевским шеф-поваром Как мы уже здесь упоминали его неоднократно Евгением Пригорьевым, которому, кстати говоря, и ЧВК принадлежит Вагнер. Основная задача ЧВК Вагнера в Сирии это охранять его бизнес-интересы, ну то есть заводы нефти. Финансируются они плохо, потому что шеф-повар Кремля это вам не генерал. А ЧВК Вагнер это все-таки немножечко не Министерство обороны, хоть она с ним и связана, а иначе они бы как бы туда поехали. Понятно, что их доставили транспортной авиацией, но ЧВК Вагнер не владеет транспортной авиацией, имеется ввиду с оружием. Да, понятно, что на простом гражданском оружии ты не прилетишь. Значит, Минобороны доставило туда их. Ну так вот, значит, это агентство интернет-расследований, связанное с Евгением Пригожиным. Мюллер раскрыл первую фабрику троллей, которые действовали на стороне Трапа в 2016 году. До этого были лишь слухи и голословные обвинения Минюст США в российских властей. Как вообще-то удалось вычислить, что такая-то компания агентства интернет-расследований ввешивалась в выборы в США? Да очень просто. Сначала США разбомбила российских наемников в Сирии, потом информационный шум поднялся в интернете. ЦРУ-шники глянули, а что это за чувак? Коварда, что кого мы разбомбили, что такое и кому оно принадлежит? Ага, Пригожин. А Пригожин чем владеет? Ага, интернет-компанией, ага, которые работают в США. Ага, так-так, так-так, а Пригожин это кто? Вот совпадение, работал в фильме с Путиным ВВ и исполнял его кулинарные причуды, после чего, естественно, стал богат и получил интернет-компанию и другие бизнес-компании, и другие коммерческие компании. А вот как прокомментировал Дады обведение Бария Захарова, представитель Битроссии. Мне заявлениями Ньюса США читать нету сил. 13 человек против разведки и контрразведки США, новейших технологий и разработок абсурд. Нет, Мария, не абсурд. Кабинки для голосования, они в некоторых штатах очень старые. И еще, что называется, видели Макинтош. И кому? И к тому же, на тот момент разведка и контрразведка этим не занималась. Вот, и все. Вообще, Пригожин человек старой формации. Я привык думать, что Бюллер это такой нацист в исполнении Леонида Бродевого. А Пригожину муж певицы Валерии. А тут нет такое. Бюллер, Пригожину, а вас я попрошу остаться. А тут ему в ответ, у Валерии концерты в Канаде не могу остаться в США. И даже если 13 человек в реальности непричастны и невиновны, то весь ужас в этом их стоит, все их бросит гнить в американской тюрьме, как бросили бойцов Челка Вагнер в Сирии погибать под американской бомбежкой. Ну что ж, на этом все. Спасибо вам всем. Спасибо, что слушали до конца. До встречи. На следующей неделе, ну я не знаю, может быть там из-за праздников будет у нас встреча не на следующей неделе, а через две недели. Ну в общем, вы сами узнаете, если что. Заходите на мою страницу, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания, до новых встреч, пока.